Добрый вечер. Начнем с последних известий. Они у нас нерадостные. Дело в том, что наши, так сказать, друзья сообщают нам о том, что, в общем-то, которые прибывшие делегации космические, якобы из конфедерации, сообщают о том, что они провели встречи с правительствами Китая, Японии, Индии, России, Великой Британии. А, ну еще Германию не назвал. Вот. И планируют еще провести встречи с правительствами США, Франции, Индонезии и еще какая-то страна. Но дело в том, что нам таких сведений не поступало, что там проведены встречи были. Но самое главное, какие они выводы сделали после этих встреч. То есть сказано, что якобы все эти вот, ну как бы, мариониточные правительства, это все неправда, что они сами управляют собой. Никто их не заставляет ничего делать. А это говорит о том, что встреча была проведена за кулисным правительством. Не те, которые находятся на этажах, а обычно они там в технических этажах прячутся. И соответственно, значит, у них все хорошо. И то, что мы не контактим там с цивилизациями той же самой Солнечной системы, это якобы наше решение. А как они считают, что это лучше для человечества, пока оно не зазрело? Для контакта. Ну понятно. Напоминает очень старый анекдот, что пока не научитесь плавать, в бассейн воду не нальют. Вот здесь то же самое. Мы не можем общаться с другими цивилизациями, ну потому что якобы мы не способны это делать. Или не умеем. Или должны дойти до какого-то уровня, чтобы мочь общаться. То, что у нас телепатии сейчас нету. Нас ее лишили. У нас же были специальные тюрьмы, они назывались казематами. Казематы это вот когда боролись с теми, кто кажет. И телепатия, у нас же ее назвали почему? Теолета передачи ипатия болезни. То есть с ней ушла интенсивная борьба. И в нее продолжительно лечили. И казаков уничтожали только потому, что они могли казать. У нас была казачья церковь, которая, кстати, была запрещена. Поэтому у нас сейчас нет телепатии. То есть мы не можем казать. И нас стараются побыстрее уничтожить окончательно. Или с помощью войск НАТО, или с помощью Китая. Поскольку китайское правительство объявило, в общем-то... Ну не само китайское, а Сизепин, глава правительства объявил о подготовке Китая к войне. В общем-то стала поступать информация о том, что такие города, как Москва, Питер, Ростов-на-Дону, Краснодар, Красноярск, Уфа, Воронеж, Челябинск, Хабаровск... Эти города обложены, собственно говоря, китайскими войсками, которые были введены в прошлом году на нашу территорию. Якобы для совместных обучений, учений. Но сейчас они там расквартированы и, в принципе, ждут только сигнала. Вот. Большая сила противника китайских вооруженных сил скопилась на границе Казахстана и на самой границе Китая с Россией. То есть... А есть предсказания. То есть Китай готов к войне. Есть предсказания, которые гласит, что Россия будет захвачена за один день. Но, в общем-то, к этому все и ведет. Ведь они ведь занимались тем, что, начиная с Хрущева, возрождали Китай, помогали стать ему государством, создавали историю. Историю создавалось у нас. Китай не знал ни про Конфуция, ни про Аладзи. Это, кстати говоря, все... Но они сейчас считаются греческими. Ксенофонт, вот Конфуция, Мстал. Они считаются греческими, но их сделали китайскими философами. Вот, то есть, не имея ни культуры, ни истории, ничего. Вот их вот быстро вооружили. Хрущева озадачили тем, что он должен был построить 500 предприятий в Китае бесплатно. Но он и построил. Но обязали, потому что мы в 1957 году проиграли войну с Соединенными Штатами. Вот, у них была уже там и ядерная бомба, ну и носители. Вот, у нас в то время было отставание некоторое. А потом же, в 60-е годы, когда паритет был достигнут, но уже было поздно кулаками махать. Ну, этот Карибский кризис, вы помните, случился. Вот, но тем не менее, ситуация таким вот образом сейчас вот перед нами развертывается. Поэтому нам остается только сейчас продолжать делать обращения. Конфедерация, по всей видимости, приглашает только тех, те делегации, тех разумных существ, которые так или иначе заодно с хозяином, сегодняшним хозяином земли. Если сейчас начнется резня, будут уничтожать россиян, в перечисленных городах, ну и, по всей видимости, все остальные города будут подмяты другими уже не так сразу. Где-то, может, население сможет оказать сопротивление, хотя вряд ли. Вот, если такая начнется, то, в общем-то, это будет сигнал для того, чтобы кремниевая форма жизни начала войну с углеродной. Это мало всем не покажется, но и нам тоже. У нас-то есть такие головы, которые говорят, почему они так все скрытно проводят, и что никто не знает до сих пор. Нет, знают-то все. Просто у нас руководство реально китайское. Мы думаем, что Газдеп, но Газдеп тоже под Китаем. Ну и, собственно говоря, и Газдеп, и Китай, они под Шуабией. А Шуабия, у них блицкрик, не получился в свое время с Россией. Ну, сейчас они по-новой решили взять реванш. Ну, а сама Шуабия, она под рептилиями, хотя рептилии были изгнаны, тем не менее, они все равно создали здесь структуру и продолжают править. Ну, и на сегодняшний день состояние границы Китай, Россия оставляет желать, конечно, много лучшего. Во-первых, все дивизии, которые стояли там по границе, пулеметно-артиллерийские, они все ликвидированы. Более того, поскольку у нас безвизовый режим, а границ, в общем-то, не существует. Через Благовещенский мост у нас идет постоянно поток китайцев, вот, но мало кто возвращается. То есть, предполагать, сколько к нам сейчас зашло уже на территорию России, тут, ну, можно называть любую цифру. Вот. Военные, с которыми, значит, шел разговор по оценке возможности начала резни, вот, а они придерживаются того мнения, что, а что захватывать, что-то Сибирь, Дальний Восток, ну, все практически захвачено, Урал тоже там. Вот. Поэтому они не видят смысла нас резать. Вот. Но, тем не менее, поскольку Сидзепин председатель, Китайской Народной Республики объявила подготовки к войне, ну, тут гадалки не ходи, понятно, что они могут войну начать именно с Россией. Против всего мира они воевать не будут, Америка сейчас им не помеха, ну, а к России у них огромные претензии, воспитанные пропагандой были. Вот. Поэтому, в общем-то, в силу того, что сейчас в Библии везде, во всех странах карантин усиливается, а у нас послабляется. То есть, если сравнивать опять с 1917 годом, когда резали наше население именно китайские военные, ну, которые скрывались вот подбило чехами, ну, нам так скрыли их. Вот. они заходили в квартиры, грабили и все прочее. Ну, квартиру уже надо вскрыть. Вот. Кого-то они уже целенаправленно будут уничтожать. Ну, прежде всего, конечно, культуру. Вот. Как обычно. Но надо, чтобы народ ходил по улицам, если они будут сидеть все по квартирам, то много не уничтожишь. Поэтому, я думаю, и было, видимо, послабление сейчас, чтобы начать спокойно вырезать русское население. Одна цивилизация, в общем-то, откликнулась. В общем-то, было сказано, что если начнется резня, они вмешаются и китайские войска будут уничтожены. Вот, поэтому у нас все остается пока без изменения. Нам пока встречи не принесли, нам были раннее время. Вот. и поэтому опасность начала резни, она остается. Единственное, что, вот реально, что может чуть-чуть тормознуть это явление или тормознуть вообще. Дело в том, что мы говорили, что за убийство жреца у убийцы и тот, кто послал, погибает весь род вместе с убийцей и вместе с тем, кто послал. Поэтому, во сколько у нас жрецов практически в каждом городе сегодня, ну, небольшое количество, но есть. Если произойдет убийство жреца, то сицбин будет эгрегором жрецов наказан и будет умершлен вместе со своим родом. Жрец, который имеет или рукоположение, или меры помазания, он подключается к эгрегору и он обладает качеством защиты. Он защищен. Жрецов нельзя трогать, их нельзя убивать. Почему мы просим дать обещание? Потому что нужно войти в защиту. Эгрегор этот жрецкий, он не только на земле, он везде, он во вселенной. Жреца, если кто убивал, то погибал у убийцы весь род. И более того, не только тот, который убил, но и тот, кто послал, тот, кто приказал, у него тоже погибал весь род. Вот жрецы старых поколений, они сегодня у нас представлены евреями. Евреи это потомки жрецов, и они собственно говоря занимают, находятся на всех континентах, потому что их не убивали. Вот дурачков посылали, но пославшие не избегали смерти. такова перспектива, хотя она не думаю, что будет задерживающей, тем не менее, какая-то, в общем-то, возможность на задержку этого процесса остается. А теперь о происхождении швабии. Основное население находится на южном полюсе, в то время как хозяева швабии живут на северном полюсе. Это псиглавцы. север сейчас не обитаем практически, там живут только якоты, эскимосы. Вот, а в прошлом, в общем-то, там была достаточно высокоразвитая цивилизация, пока существовала Арктида. Арктида, которая, в общем-то, затонула именно в 19-м веке. в 19-м веке, вот, великое переселение народа, когда началось, началось переселение и с юга, и с Антарктиды, и с севера. На ней белое население, если вы посмотрите на юге, например, Южная Америка, Индия, и Австралия, там везде белое население, основная масса, потому что переселение шло на ближайшие материки. А у нас из-за того, что произошел поток, в общем-то, белого населения на северах не осталось. Они тоже переселились, вот, но случился потоп, и они практически все погибли. Все, кто был на севере, они погибли. Потому что, когда шло объем организовывалось, вернее, она еще не организовывалась, когда еще Германия входила в состав СССР, но не как Германия, как Веймарская, Баварская, Ильзасской республики, тогда еще был план, в 33-м году, Митлер, когда пришел к власти, стал канцлером, был план создания сверхчеловека. И вот эти, и потом, ведь у нас тоже был план сверхчеловек, и дедушка Ленин, он, собственно говоря, говорил о сверхчеловеке. это потом сделали гармоничного человека. А сначала все было одно и то же, но у них марксизм, да, и у нас марксизм, у них социализм, у нас социализм, у них сверхчеловек, у нас сверхчеловек, у них против банковского капитала, у нас тоже против банковского капитала. Все, у них национал социализм, но у нас социал-демократы, практически то же самое все а вот когда случилась война так понятно что все отвергли нитыша стал запрещенный писатель философ вот они но не действительности человека не наистническую приняли концепцию но у нас посмотрят как работали там нквд там другие там это же многое китайцев было вот они ну сверствовали тоже человека наистничество можно сказать хотя вообще концепция это как раз человеколюбия христианская вот и они создали совместные проекты по выращиванию сверхчеловека поскольку германия уже тогда было не германия вот бавария и веймарская республика там уже прошла сексуальная революция и там девушек не было непорочных и поэтому россия поставляла девушек а они поставляли юноши и вот эти вот поселения они кстати до сих пор сохранились но они подлежат уничтожение поэтому они ховаются прячутся но у нас была встреча с такими ребятами они много что могут и самое интересное что именно когда они стали объединять вот девушек и юноши в эти поселения там произошла любопытная вещь что когда целомудренные юноши целомудренные девушки вступают в брак в семейные отношения у них ожидаются дети с голубой кровью которые могут сразу говорить которые понимают язык животных и растений у которых много всевозможных возможностей которые не присущи человеку и поэтому эти поселение они выжили выжили потому что они все предвидели и знали эти дети они в действительности боги голубая кровь нам сейчас говорят что голубая кровь это якобы рептилии но это не так у рептилий у них есть там зеленый цвет но может быть голубой есть у нас и дети с с голубой кровью до сих пор рождаются на тысячу родов один ребенок с голубой кровью но его сразу залечивают естественно а появляется он если действительно между любящими родителями и непорочными до свадьбы действительности могут родиться такие дети но естественно их залечивают сразу же а у них глупая кровь потому что там витамин b12 b12 выполняет функцию может выполнять функцию гемоглобина только в нем уже вместо железа который создает красный оттенок крови кобальт на кобальт он имеет голубой цвет поэтому голубая кровь и мы уже своих исследованиях тоже в общем-то выявили оказывается литургическому сну от смерти себя литургический сон препятствует именно витамин b12 сейчас я отвечу на вопросы если начинается уже под москвой питером уфу и так далее может пора вывозить семью иметь оружие и всем об этом говорить я понимаю ваши слова как слова к действию уезжать или делать что-то иное что прожить себя семью россиян русов по моему кремния форма жизни хочет сделать геноцид белковой углеродной форме жизнь неверная понимаю а переговоры в чем их претензии вы с ними общаетесь подружиться с ними можно почему опять земля яблоко раздора начну с последнего почему земля яблоко раздора потому что у нас 7 чудес света с вами горели что свет это больше чем космос и поэтому и у нас уже было светопредставление у нас одно из чудес свет это как раз способность земли вместе с нашей солнечной системой переходить из одного космоса в другой и мы все время это делаем но те которые хранят это но те же самые вот нордики нордики там исполины которые на химурицами там называют но они тоже это могут делать могут переводить у них те вот кристалл управления находятся в их руках поэтому мы переправились в другую вселенную мы же черную дыру в бездну в принципе летели сейчас это нет безны черной дыры потому что бездна она иногда проявляется в самой галактики перед тем как галактики исчезнуть вот и логоса логос самая такая лакомая конфета для всех цивилизаций которые создали наши предки и за не уйдет борьба но ее благосохранят титаны но это санта земли вот но с титанами титана в общем-то выходит на контакт на связь и как нахер и вот не выходили вернее не были они выходили у них очень огромный рост вот описание были но ни один мой знакомый с ними не встречался с титанами встречались с исполинами встречались вот атланты понятно тоже встречались атланты небольшого роста что там 4-6 метров всего вот что касается углеродной и кремниевой формы жизни они ну как бы противостоят потому что у кремниевой жизни у нас когда был контакт с ней у них большая претензия к углеродной форме потому что они в принципе все время воюют хоть там и говорят нам что у них там все хорошо что не надо воевать но они тем не менее воюют и в космосе после того как наших предков уничтожили вот первую цивилизацию когда был апокалипсис в космосе бардак кто что гораст вот эти все походы в прошлое там в настоящее будущее смена этих всех событий вот это же всех напрягает которые кремниевая жизнь она же несмотря на то что в общем то высокотемпературная и казалось бы она не должна быть такой на же кристаллическая ближе кристаллической не должна быть такой активно активнее углеродной формы и за счет того что они не хотят чтобы этот попал в руки но логос попал в руки вот этих глупых я бы сказал цивилизации которые чуть-чуть там вылезли и вот оккупировали землю сразу у них тоже напряженка то есть вот и думать о том что они там все знают все могут это не так говорят что вот но они все знают как что у нас на земле да ничего не знают вот этого криво они сюда засылали да его грохнули в конце концов вот они удивились что у нас денежная система они удивились и что криво не мог на им сообщить то что не было денег он для них это дико все у них потому что нет денежной системы денежная система это как раз орудие порабощение что касается сбежать куда-то до вас везде достанут просто здесь хоть вы знакомые там родственники как-то можете дать отпор хотя говорят что у китайцев помимо огнестрельного оружия есть еще какой-то который мы не знаем ну сказали что типа оружие шива оружие шива этого даже а вас же это она многофункционально она может вызвать потоп она может испепелить она может вызвать окаменение то есть немного функций или сказать что это важно то ничего не сказать конкретно что китайцы знают что они будут применять против нас тут к сожалению ничего сказать не можем надо быть просто готовым а то что они сейчас вот вылезут но из своих подземелья там где-то они расквартированы на военных но военных частях бывших военных частях где были когда-то наш даже много брошенных частей сейчас вот там квартируют но и под землей не шить прокопано пекином до москвы вот там они принципе и были эти туннели них просто привели в порядок и сейчас могут и тем более не священы по старым технологиям и просто не могут найти технологию почему там свет но этих вот непрописных они тоже все освещено нет проводов все светло подружиться к скриньевой жизнью ну я сомневаюсь чтобы потому первых где не появляется все испепеляется не высокотемпературная почему так получилось что люди земляне потомки культурного центра селена не является членами галактики федерации и мы только сейчас просим нас приняли у галактическую федерацию раньше мы были членами конечно ли повелители слины входят в членство а кремниевая цивилизация тоже входит федерацию да нет там же другие вот кремниевая форма жизни не свои федерации ставят повелители слины у них свои федерации то есть вот инсекта у них своя федерация но инсекта там паукообразная тоже со федерации они кстати здесь тоже присутствуют мы встречали описание и осьминога подобных разумных существ которые выходили с летательных аппаратов и пауков вот на светлояре там пауки представлены кстати говоря ну что местные жители рассказывали гиаскод бриарей не проспят нашу ситуацию на земле нам они друзья они спят и это важно или мы за рамками их внимание я так понимаю что они могут быть статусе повелитель селена но у них да у них выше даже статус них трое осталось их возможно и больше но это те которые были у нас царями когда-то просите пожалуйста я тоже не понял как же люди появились на земле и почему земля наша почему мы здесь тебя жили что значит мы пятая раса после титанит титанов атлантов великанов понимаете люди появляются все время вот у нас гомункул или комунскул он все любая жизнь она появляется из одноклеточных вот если вы посмотрите одноклеточных разных видов но инфузория инфузорию например все учили в школе ее показывали картинки есть соответствие среди многоклеточных это многоножка или сороконожка как и называют народе то же самое допустим паукообразные паукообразных в счет этих одноклеточных много из них и раки там и ну раки ракообразный то отдельный конечно тип вот ну паукообразные тоже или допустим короче говоря все вот эти виды почему они появились то потому что когда клетка начинает делиться бывают нарушения когда она не разделилась остались ядра внутри клетки она делится делится и она может достигать размером до метра такие клетки на многоядерные клетки наблюдается но она одноклеточная тем не менее а потом когда происходит дифференциация внутри это одноклеточная клетка превращается многоклеточный организм сразу рождается новый вид какой-то он может но они все соответствуют и вот гомунку это тоже одноклеточная которая внутри когда нарушается вот эти внутренние органеллы превращаются в органы там не только могут млекопитающие там рыбы птицы появится то они появляются тоже из одноклеточных все связано с углами углы вызывает вот эти преображения у нас виды они все время рождаются потому что если ну красная книга знаете это исчезающие виды туда записывают каждый год здесь тысяч пропадает видов а у нас все 500 тысяч растений миллион животных видов хотя по напорах описано 8 миллионов видов животных и 2 миллиона растений так вот оно бы давно исчезло количество всех этих видов за 50 лет 10 тысяч считайте 500 тысяч уже давно бы красная книга то она уже столько существует если бы они не появлялись вновь и вновь точно так же как и вот эти организма же но сейчас как бы на западе биологии на вообще как бы особые ходу не давали но у нас тоже не дают особо ходу описываются все новые новые виды причем совершенно непонятных существ вот которые к существам то трудно отнести вот и поэтому и люди появляются и животные появляются но не появились сами по себе то что мы пятая раса титанины титанов атлантов великанов но у нас как вот идет гикотанхейра да была самая такая которых апокалипсом уничтожили потом появились титаны титанины кикотанхейра одно и то же вот то появились титаны вот и потом испарены только потом атланты атланты вот перед нами была цивилизация она исчезла я но не остались кстати говорят а 4 метра 6 метров высотой но местные люди местные жители с ними общаются в некоторых местах не буду греть в каких потому что сразу же уничтожит вот но у них знание кстати по бессмертию и по всему сохранились на каком праве кто судьи мы вообще ведь все кто родился на земле и те которые в общем-то прибыли с других планет те же анты те же годы держим из игла c они из разных мест прибыли но они все считают все землянами давно и землю они считают своей а мы в принципе большинство метис это естественно и нас скрещивают для того чтобы чтобы мы были в рабстве процессы их соотношения это одно и то же да нет конечно просто любое событие любой процесс любая возможность любая способность всегда можно представить видеть числа или угла а для того чтобы управлять управлять вот надо работать с углами работа с углами это и колода кодекс вели за то что мы использовали углы поэтому уголовники это те на которые используют углы но сейчас конечно это все поменяла свой смысл и сейчас уже конкретно какие-то преступления придумали за который то или иное наказание следовало много фэн-шуй это наука об соотношении вещей процессов да нет конечно фэн-шуй он вообще плохо работает у нас наш товарищ вот он преподает фэн-шуй то есть но на на основе дрели прослали то есть опер 24 циферблат вот они 12 и у них фэн-шуй не работает у него вот работает он горячо куда где потому что известны функции чисел ну и там мысли там что-то ставишь по своим мерам ну то и получаешь и нас не фэн-шуй у нас называется аркантан то есть тяну тянущие арки это захватывающие и именно функции этого кона поясните пожалуйста непрописные люди наверное больше подходят на такое представительство да мы можем действовать у нас внутри тют без стран которые межреческие армии работают они практически по одним и тем же методикам то есть вот хасиды например да в израиле те же самые хасиды по-другому называется японии тоже жреческая армия те же самые значит во франции в англии и соединенных штатах пять стран в которых присутствует жреческая армия мы можем тоже эту жреческую армию создать тоже читать у них похоже исчезли многие знания потому что вот и дрели прославия она же работает и у нас то что вот с помощью тоже хасид кассид правильно кассидарь потому что это сборник священных текстов которые влияют на события в реальности природа управляется потоками вот потоки можно там из воздуха делать да можно из воды можно из огня а можно из слов тоже звуки причем звук звуки осмысленные это самый сильный поток если правильно все организовать он имеет тенденцию осуществляться но поэтому все эти армии не покоятся на этих вещах что вы думаете по поводу индукционной электрической плиты и сочи есть много противоречивых мнений вы считаете это вредно конечно любые излучения они вредны и потому что они не наши даже если и наши вот изучение то надо аккуратно пользоваться цивилизация которая принимает вот эти все виды изучения нас подписывают приговор на уничтожение колебательные вообще процессы ну все в природе колеблется и надо управлять ими они придумывать и воздействие на природу до нас эти исследователи посмотрели что оказывается все изменения в нашей цивилизации там когда постоянный ток или вот у нас же теплород был теплород флагистон это все другие вещи они круговые теплород он почему давал тепло потому что вращающиеся частицы сейчас ведь температура только колебания вот и теплород ведет как электричество как критические заряды как потенциал и причем теплород может быть на всех уровнях от атом до молекул до клеток до организмов до общества все может быть теплород и у нас это событие крутится не повторяются но тоже сейчас как бы уже не секрет что каждый день каждый год в этот день события повторяются ну там плюс минус два-три дня на чем у нас писали дневники для того чтобы события не изменялись и вы должны их поддерживать чтобы не был потом раздвоение земли пожалуйста в какое время читать славы для бога и в книги написано 20 то есть нужно читать 8 часов утра на у нас есть смотрите вот осталось час два три мы говорим до 12 на 14 вот так не говорим мы говорим по старинке потому что у нас день начинался в полдень зенит и шел один-два-три-четыре так далее ну так вот мы до сих пор говорим а это поменяли нам уже вот в году революции нам первое шестидневку или в годы революции потому что у нас есть постановление где написано что пять дней работаем один день отдыхаем было 6 шестидневка а потом или шесть дней работаем один отдыхаем 7 дневку или не какие там средние века которые нам рассказывают именно в годы советской власти и вели повсеместно во всем мире как славить богов поймены в какое время славит богов в их период покровительства вот у нас покров это первое число каждого месяца покров то есть наступает покровительство данного бога но сейчас у христиан тоже есть покров но якобы там снег выпал но снег это вообще недавнее явление его не было в девятнадцатом веке у нас не было вообще зимы и снега не было были снега в горах мы все больше нигде его не было но придумали чтобы скрыть этого каждый месяц покров он отмечался вы не раз упоминали что все что сейчас происходит в мире это происходит с целью переселить нас не не совсем все-таки поняла куда именно не хотят нас переселить но хотели на немезиду но в мае прошлого года и взорвали был мощный взрыв на всю солнечную систему но до нас и не знаю до нас уже должны докатиться такие вот метеориты вот на благо у нас есть купол еще созданный ярославом мудрым который в общем-то мешает попадать вот этим осколком а его и построили тогда когда у нас падали то осколки луна скону много-то метеориты кометы сейчас жить ничего не падает и хотя подлетает должно упасть по расчетам то что купол мешает он прозрачный из эластичного материала сделан но про него нам тоже нельзя знать но вот эти столбы которые и геракуловыми столбами геркулесовыми столбами вот они как раз они по экватору идут и на полюсах в тех местах судоходство не замечено где эти столбы стоят поэтому сейчас переселить могут только в какую-то другую систему и вот эти вот которые подземные они в общем-то высказались за жену не возражает если нас переселят ну а вот аннунаков или пизиглавцев они готовы то есть никаких этих их не должно быть тут мы-то не опасны понятно но они к нам относятся но не знаю как микробы может быть если знаете существует группа соратников возглавляемых игре получиком они проводят обряды боевых плясов по всей руси и за рубежом также стояние на реках какую к этому относитесь с точки зрения правильности выполнениями общего а в ряда просто видите с тем светом душу шутить нельзя почему говорят что а умерших или хорошо ли ничего но потому что умерший может очень сильно особенно когда он токовым морд сильно вам навредить потому что во первых надо всегда определиться кого вы будете переводить из одного лука в другой или там делать какие-то мероприятия тоже три сна служить тоже же нужно знать это же три или православный обряд а он уже проводился еще после революции еще какое-то время тризды было на православе она вышла из подполья потому что просто всегда был в подполье его не было после революции у нас сразу 6 конфессистов было четыре а появились иначе две ариане появились и казацкая церковь появилась появились вот именно древние православные люди как они вышли из подполья их конечно тут и было бы это объединенческая церковь которые потом назвали обновленческой у нас для нас назвали объединительности там все объединили церкви ну кроме арианов сделали мусульманами хотя они как раз ближе всего были были православия знать то там не так уж и много надо чтобы правильно делать все за трампом стоят тоже какие-то галактические силы я не думаю что галактические силы но дело в том что у нас вот этих параллельных цивилизаций у 19 только было захватчиков они все здесь осели тоже цивилизации помимо них есть еще остатки и титанов и исполинов и атлантов вот помимо них есть еще арсания потом есть но беловодия шамбала капала которые все разное акрати вот таурегия я всех сразу не вспомню но их много короче больше 20 получается и они все в общем-то друг с другом особо не дружат и он них распределено у нас посмотрите швейцария указать что это анты вот представлено на место которое нельзя завоевывать англии тоже нельзя завоевывать там пятиглавцы представлены швейцарии представлено антами но есть предположение что вряди вряди это тоже белые люди но у них хвосты без копыт без этих без рогов но хвосты остатые люди но и кстати говоря вот греческой мифологии и особенно в рисунках они представлены эти люди по какой причине навязали перевоплощение чем они обосновывали что перевоплощение лучшей вечной жизни хуже но дело в том что нас вынудили принять перевоплощение у нас из-за этого первый раскол и вот первозаконие было введено когда вели перевоплощение то что у нас было бессмертие все были бессмертными но отказ пригрозили войной если мы не примем перевоплощение то у нас экспансивная экспансия было уже пара коряли галактики вселенной вот мы поэтому вынудили нас вести перевоплощение но это тоже бессмертие если реально происходит мнение нашей жизни нашего сознания сознание прошлой жизни что наше правительство не знает об опасности со стороны китая почему позволяет принимать все китайцы что они могут сделать ведь когда вы вырываешься или вбиваешься на тот уровень правительственный там другие совершенно правила действует причем ты ничего не может сказать ну ты например например сейчас зеленский на можно думал что сейчас он придет тут сделает сделал сразу к тебе приходят и будешь делать то то это но приходит не в человеческом виде в виде писи главцев например да или еще каких-то сущностей и оставляйте дело то что ты должен делать как ними скажут а начинаешь рыпаться вот у мафии было что убитую собаку убитого любимого коня лошадь и голову положите в постель они это делают а еще интереснее когда ты заходишь себе в квартиру а у тебя на твоем кресле сидит какое-то чудо и начинает вещать что ты должен делать это здорово пугает если бы он еще на человека походил а то он на человека не походит вот поэтому они все становятся заложниками этой власти и делать самостоятельно и ничего не могут и сказать об этом тоже не могут что ее заставляют делать потому что у нас инопланетян нет параллельных цивилизаций нет все это подлежит помещению психиатрическую больницу если вы будете утверждать что встречаетесь с пришельцами с параллельными цивилизациями с чертями с писиглавцами льготами но ты с кем я встречался лично понятно что люди молчат и делаешь в нем уже никто не деваться нас это конфедерация за одно сатанистами тогда нам надо связываться с нашей конфедерацией лицами силах это сделать мы пытаемся по какой причине стали активно закапывать людей землю это как-то связано с воплощение да наоборот нас сложили склепы всегда склепы в дальнины когда значит вот девятнадцатом веке захватчики тоже к нам приходили у них тоже закапывали них кладбище сохранились но вот есть такая пещера пандоля то греция там стоит американская военная база на этой пещере вот международный комитет ученых комитет по науке и технике дам был помните его закрыли потом был международный комитет он питере но все еще сохранится маска не знаю сохранился или нет в питере он есть вот их представительство поехала в грецию встречали на уровне президента и вот одно из таких развлечений повели в эту пещеру пандоли да мы не увидели забальзамированных люди лошадей понятно людей ослов люди лошади то хазара люди ослы это асса ну асс на многих языках он так до сих пор осла и означает вот дальше этих кентавров то есть торс человеческий по крупу лошади кентавры кстати говоря этот с альфа-центавра прибыль ну с планет альфа-центавра но их центавра не завалено сейчас кентавра старт вот тоже заболеваем более того там но все кого мы знаем там и люди птицы там кого-то конец он то не там лежат ну я значит был знакомых и сейчас в принципе знаком с одним не русским родом он сюда переехал из франции они значит тоже ездят по всяким странам и континентам путешествует во время отпуска и вот в гизе ну знаете где эти пирамиды стоят египте тоже попросили показать им то что не показывают всем туристам но их повели туда куда не водят и там тоже самое там даже был не только кентавр там даже были космонавты забальзамированы но липут это понятно их везде можно кончены те вот поэтому видите у нас но информация практически отсутствует вот так вот люди расскажут ну или встретишься с кем-то который значит держат закулисные правители под землей да нет нас вот большевистская закулиса на центре вот если говорить тех за кулисах которые без и глаз представляет но необычно там на всяких технических этажах правительственных домах у них там посредники которые общаются со всеми так что они далеко все не живут но стали но это не тоже кстати приходили но почему заморвал все эти подходы скреплять можно в любую точку попасть было все забетонировали ну не знаю может сейчас разбетонировали то то время было забетонировано она заменит конфедерации светлых сил это все ведь наша терминология наши все представления что есть светлые там темные вот у них целесообразность вот если позволяет и нужна эта целесообразность до убийства но начнем будет убивать нужно для того чтобы есть кого-то но и будет есть просто целесообразно там с моралью тяжело ну а темно это ведь отсутствие света там темнота почему высшие силы позволяет согласом провести зловещую войну и позволяет им оставаться на земле что они просветленные просветление нас какой он в этом интерес но я же вам объяснял что за землю идет борьба с одной стороны это цивилизации которые потеряли свою планету из силы каких-то катастроф им нужно где-то жить земля для них вполне нормальная планета во вторых конфедерации и федерации стремятся завладеть землей потому что на ней всем чудес света они не человек сам хотят и начинаешься наплевать а вот именно чудеса света и прежде всего логос поэтому идет борьба мы потом за души тоже старые души людей которые много знают особенно если они от кикетанхеров идут не понятно таких уже не осталось но где-то они могут и проявляться группа к ганон информирует что все идет по плану освобождения земли от паразитов трамп тоже горит что-то по этому поводу у них позитивный взгляд на происходящее многие важные личности темных сил уже арестованы но это ведь только говорят в колуарах причем ничего такого неизвестно реальности если допустим арестовали клиентон там или еще куда-то шума было бы у нас наоборот все что касалось разоблачения папы римского до педофилии там некоторых этих высокопоставленных чиновников из британского правительства все исчезло все кто выдвигал эти обвинения свидетели все исчезли то есть я вижу наоборот процесс в обратную сторону что касается фолварда который про это все рассказывать то это говорят но очередной вброс того чтобы успокоить население возможно ли произвести коррективную медитацию для выхода высокие мерности и призвав молитвы требуя помощь и исправление данной ситуации с высших мерностей вы знаете вот слово медитация это тоже лапша на уши на санскрите медитация концепт режим на размышления то время как медитация предполагает расслабление и избавление тех эмоций мыслей диалогов то есть обнуление реально они размышления как вы назовете корабль так он его плывет вы говорите про медитацию ну значит у вас будет течь мысли а вот обнуление когда вы делаете да тогда будем реально что можете достичь а также канал стром 17 ганон группы тоже сообщает что все идет по плану на освобождение всех стран от рабства ведь все страны находятся в родстве банков как вы думаете есть шанс в этом году на освобождение знаете обнародованы и оглашенный озвученный прогноз не сбывается если вы хотите что-то чтоб сбылось хорошее сделайте прогноз наоборот тогда он может быть сбудется если люди не могут своими силами победить тьму приходят высшие силы боги воплощаются здесь на земле для помощи как понять что они среди нас но но где-то два-три процента инопланетян среди нас живет некоторые сознаются что они инопланетяне но большинство не сознаются почему вы думаете что китайцы порежут всех в названных вами городах почему китайцам не убить ублюдков при власти вы обожествляете китайцев китайцы вырезали питер москву 17 18 1917 18 года вырезали такие города как парнас лариса аргос они все греческие древние стали древние греческие города все города на территории россии которые вырезаны под корень именно вот в эти годы и китайские войска они скрываются под белочехами но какие белочехи могут представлять войска опасные для россии смешно какой мотив у китайцев нападать на россию но ниже и уж давно считают своей территории и считаю что она у нас большая территория у них негде жить где-то не так конечно вы думаете что у них культура что у них вы знаете я вот как бы я родился жил в китае я могу что-то может сказать про них культуры там нет к сожалению как защитить плодовые деревья без химии плодожорок и мух вообще если все правильно посажены деревья там нет никаких таких вот нападений на ваш сад на женщина она посадила просто часовые деревья вокруг соучастка вот у всех там крутые поездник урожай мне нет картах у всех там заморозки вам все выкосило у нее нет заморозков всего лишь часовые деревья вот но и самое интересное вот когда очень роща садится при даже небольшая роща но соблюдены вот эти все углы там все она начинает работать как мыслящий организм роща вот например посадили рощу тоже и пошли зайцы они едят кору плодовых деревьев тоже пришли лисы которых прогнали зайцев вот причем лисы ведь они одиночки а тут целая стая пришла то есть роща защищается ну пример это много я просто сейчас не хочется напрягать память но какие-то интересные завязки получается логос на хозяин земли как понять почему он не хозяин логоса почему он должен быть хозяин логоса во первых надо иметь те же от точки к пунктуру который управляет логосом то есть точки на теле человека были созданы для управления логоса но у нас есть точки которые реально там мире с мельдиянами там связаны вот если проекции там органов зона знаете ли вы что-то о плане него сделать мир черным имеется ввиду сделать всех неграми захватя мир начиная с америки но это сириусе они они же сириуса негр но исключение эфиопы вот друиды они с планет солнечной системы они люди ну просто изменили цвет кожи тоже там долго жили но недолго там родились там жили то их благородина ну все вопросов больше нет ну в общем то будем ждать дальнейших известий если удастся перенести встречу на более ранний срок я думаю ситуация изменится что слышно от наших космических друзей доброжелателей и недоброжелателей значит ситуация такая что сейчас нас заверили что китайцы не будут нападать и это уже не одна цивилизация ну что еще знаменательно то что будет состояться предварительная встреча по поводу вот той главной встречи намечены на 2023 год в принципе если вот сейчас не будет заморочки с китаем и сама шваби в лице нато не начнет уничтожение землян оставшиеся в россии что сразу спровоцирует войну с калюминевой формой жизни то мы можем подождать до 23 года пока они тут соберут всю информацию и смогут сделать правильные выводы то что на сегодняшний день них выводы ни в какие ворота не лезут вот но предварительная встреча которая тоже должна быть коллективно не так что с одним человеком которого всегда можно обвинить что у него крыша поехала а так чтобы нас было несколько человек и мы предварительно говорили и кандидатуры на большую встречу и количество оговариваться должно и те кандидатуры которых они хотят или уже выбрали чтобы они нам предложили чтобы мы хотя бы с ними познакомились что за люди узнали то есть каких мы обозначили мы знаем ну там с какой-то стороны какие-то у них там промахи могут может быть были но это неважно мы знаем по другим качествам для нас главное что человек был разумен а не то что он там наделал когда-то сейчас за это вот осуждать и думать что это правильно это не так потому что ситуация всегда она складывается таким образом не в пользу человека и как каждый бы из нас еще себя повел до чего посмотреть поэтому мы вот тот список который уже оглашен в общем то мы можем только добавить людей которые еще можно значит выбрать мы посмотрим что они нам предложат это в плане последних известий